Темой сегодняшнего разговора является государственная финансовая политика, а точнее два ее вопроса. В последнее время снова пошли разговоры, что процентная ставка Банка России является слишком завышенной и что процентные ставки в экономике должны снижаться, чтобы поддержать промышленный рост и прежде всего обрабатывающую промышленность. На самом деле при инфляции 6-7%, процентная ставка 8,25% является достаточно адекватной. Более того, относительно высокая процентная ставка в реальном выражении позволяет сбережениям населения не обесцениваться от инфляции, плюс стабильный курс рубля позволяет надеяться на приток капитала в российские долговые обязательства. Не только в первоклассные инвестиционные категории, но и в более рисковые активы. Если все-таки Банк России в связи со сменой руководства пойдет на снижение процентных ставок, то для промышленности это будет достаточно небольшой позитив. Однако это может разбалансировать денежную систему, привести к ослаблению рубля, а самое главное сделать вложения инвесторов отрицательными в реальном выражении. Соответственно, в этом случае мы будем иметь дело с успешной формой лоббизма. Однако на самом деле задача Банка России и шире всех монетарных властей – это стабильность на денежном рынке и адекватный уровень процентных ставок. Второй момент касается денег бывшего стабилизационного фонда. Опять пошли разговоры, что часть, по крайней мере, этих денег можно вложить в инфраструктурные проекты. В принципе, у российского бюджета все нормально, и с госинвестициями проблем нет. Другое дело, что бывший стабилизационный фонд – это прежде всего ликвидность. Это деньги, которые в любой момент могут быть вытащены оттуда и пущены на финансирование дефицита бюджета или, как осенью 2008 года, на стабилизацию банковской системы. Соответственно, ликвидность здесь – первый фактор. Второй фактор – это надежность. Инфраструктурные проекты абсолютно неликвидны. Что касается их надежности, конечно, нельзя сказать, что это высокорисковые активы. Однако вероятность того, что проект окажется нерентабельным или просто украдут деньги, особенно на фоне последних новостей по Сочи, достаточно большая. Вероятность возврата денег по долговым обязательствам США и прочих промышленно развитых стран практически 100%. Все-таки надо прекрасно понимать, что у госинвестиций и у бывшего стаб-фонда абсолютно разные экономические смыслы. Стоит также отметить последний важный момент. Есть точка зрения, что деньги бывшего стаб-фонда могут быть вложены в доп. эмиссии госкорпораций, например, РЖД, и, соответственно, эти деньги пойдут на модернизацию, например, российских путей сообщения. В принципе, идея, конечно, неплохая. Государство может это делать за счет своих бюджетных расходов, но не за счет своей заначки. Потому что в случае кризиса, аналогичного 2008 году, продать акции РЖД по разумной цене вряд ли будет возможным. А продать американские облигации можно всегда. Поэтому меньше популизма, больше адекватной монетарной политики.